Привет, друзья! Меня зовут Ния, и сегодня у нас с вами короткое видео с очередными подсказками по японскому языку. Сегодня я хотела бы остановиться конкретно на двух грамматических частицах. Все, кто начинает изучать японский язык, вы наверняка уже знаете, что в грамматике японского языка очень часто, скажем так, используются определенные частицы. То есть на русском языке это у нас предлоги, союзы и прочее-прочее. Все это также есть в японском языке. Это то, что помогает нам, в принципе, строить предложение и понимать, о чем, в принципе, идет речь. То есть где у нас идет принадлежность, где у нас идет винительный падеж, скажем, да, действий над предметом и так далее, и так далее. Сегодня я хочу остановиться на двух конкретных частицах. Это частица ВА и частица ГА. Почему именно они? Потому что многие люди, когда начинают изучать японский язык, задаются таким вопросом, а в чем же их отличие, собственно? И действительно, прямо очень большое отличие сказать здесь довольно-таки сложно, потому что по смыслу они реально очень похожи. Я не скажу, что они одинаковые, но они похожи. Да, бывают случаи, когда вместо одного можно использовать другое, но это довольно редкие случаи. Как правило, они, в принципе, отличаются. Скажу сначала их главные отличия, главный смысл, чтобы вы поняли. Частица ВА. В принципе, самая первая частица, когда вы начинаете изучать язык, она у вас сразу приходит. ВА. Та частица, которая у вас пишется буквой ХА, но читается ВА. Частица ВА означает тему вашего предложения, то есть это как большой лозунг для вашего разговора. Если вы сказали ВАТАЩИ ВА, значит всё, у вас разговор идёт про вас. Вы поднимаете большой лозунг, говорите Я и говорите о себе, соответственно. Если вы, например, говорите про свою страну, да, например, в моём случае это Казахстан, я начинаю говорить Казахстан, ВА, и начинаю описывать его, да, большая, большая, красивая страна и так далее, и так далее, и так далее. То есть ВА просто обозначает вашу тему. Также можно сказать, что ВА означает ваше подлежащее, можно так сказать, ваш субъект, то есть действующее лицо. Но что же такое частица ГА? ГА вам нужно, чтобы сказать, что именно этот предмет или именно этот человек что-то там сделал. Давайте разберём, например, первый пример, да, используем частицу ВА. Например, ВА ТАЩИ ВА ГАКУСЕЙ ДЕС. Я студент. Всё очень просто. Но если мы скажем ВА ТАЩИ ГАКУСЕЙ ДЕС, в принципе, в принципе, значение, смысл в принципе одно и то же, да, тоже Я, Я студент. Но контекст уже идёт другой. В случае с ГА у вас идёт уже такой смысл, как будто бы до этого уже кто-то, например, спросил, а кто студент? Понимаете? То есть когда у вас идёт ВА, вы, в принципе, ею можете начать разговор из ниоткуда просто сказать, «Здрасте, я вот такой-такой-то», и всё. Когда у вас идёт ГА, она уже идёт не как начальная часть вашего разговора, это уже где-то середина, может быть, конец. Это может быть ответ на вопрос зачастую. Например, да, если меня спросили там, ну, скажем, нас тут 10 человек, и кто-то спросил, «Кто из вас студент?» Да? ДАРЕ ГА ГАКУСЕЙ ДЕСКА? Так будет вопрос. Видите? ДАРЕ ГА. То есть кто именно здесь из вас студент? Я говорю, ВАТАЩИ ГА. ВАТАЩИ ГАКУСЕЙ ДЕСКА? Да, то есть именно я, я здесь студент, да, они могут быть там, не знаю, другие люди, но я, я здесь студент, понятно? В таком теме. Если же ВАТАЩИ ИВА в данном случае, данным именно в этой ситуации оно не подходит. Почему? Потому что здесь вы частицу ВА можете для себя перевести как русский предлог А, то есть АЯ студент. Видите? То есть уже здесь не подходит, когда 10 человек стоят, кто-то приходит и спрашивает, кто из вас студент? ВАТАЩИ ВА уже по смыслу не то будет, потому что вы как будто бы начинаете новую тему о себе, да, то есть спросили об одном, а вы начинаете говорить о другом. Уже не подходит по смыслу, поэтому здесь используется ГА, ну, примерно в таком темпе. ВА у вас поднимает тему разговора. Также ВА используется, когда вы меняете тему. Например, вы говорите о себе, ВАТАЩИ ВА, ГАКУСЕЙ ДЕС, чё-то, чё-то, чё-то. Потом вы резко меняете тему на свою маму и говорите ХА-ХА-ВА, чё-то, 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 чё-то. Всё, у вас тема меняется, вы уже говорите не про себя, вы говорите про маму. Поэтому у вас появляется частица ВА. Но частица ГА здесь уже особо играть не может. Она вам только говорит, что кто именно или что именно. Также небольшая такая подсказка, что частица ГА в основном используется в вопросах, где есть вопросительные местоимения. Такие как ДАРЕ, НАНИ, ИЦУ, ДОКО и так далее. Приведу простой пример. ДАРЕ мы уже разобрали, да, кто из вас студент, да, кто именно. Например, НАНИ, да, что. Такой простой пример. Вы пришли в, скажем так, ресторан со своим другом-японцем и хотите у него спросить, что ты хочешь, да. Не в том смысле, что чё-то надо, чё-то хочешь. В том смысле, что что ты хочешь заказать, да. И вы можете спросить, НАНИ, ГА, ХОЩИИ ДЕСКА? Видите, то есть здесь НАНИ, ВА уже ну никак не скажешь, вообще никак. Поэтому используется НАНИ, ГА, ХОЩИИ ДЕСКА и так далее. То же самое, например, когда спрашиваете, когда лучше поехать в Японию, да. То есть, когда лучше поехать, у вас опять-таки вылазит частица ГА. Потому что вы подразумеваете, что из всех вот сезонов года вы спрашиваете, который именно. Какой из этих сезонов лучше всего подойдёт для того, чтобы поехать в Японию или куда-либо ещё. Я надеюсь, это объяснение было довольно-таки понятным. Если есть вопросы касательно ВА и ГА, можете писать в комментарии. Или связаться со мной по личным сообщениям, ну то есть дайрект или директ, как хотите так и называйте. В моём инстаграме я ссылку оставляю в описании всегда. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Если будут какие-то ещё насущные вопросы, пишите. Я постараюсь это разобрать в отдельных видео. Ну что ж, на сегодня всё. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует… Продолжение следует...